День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. За искусство. Программа «Синема». Поехали. Ну что, начинается программа «Синема». Владимир Веселов, Олег Пека вместе с вами. Всем привет. Начинаем. Да, всем привет. С чего начнем? С каких-то анонсов? Есть тебе что-то сказать? Нас не было две недели по поводу премьер. Возможно, если есть что-то рассказать, то стоит рассказать о премьере в кинотеатре. Ну, ты знаешь, у меня скорее даже не премьеры в кинотеатре, немножко другие, премьеры на телевидении, потому что вот я посмотрел телеканал HBO «Дом дракона», и посмотрел, вот меня просто позвали, пригласили на огромном экране, и действительно впечатляет, поскольку я, честно скажу, что я немножко какой-то момент потерял интерес к «Игре престолов», ну и все плевались там от последнего сезона, как-то очень многие остались разочарованными, и вот сейчас невероятно опасная, конечно, была вещь, потому что, по идее, это абсолютно новые персонажи, новая история, но хотя она основана тоже на книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь», где достаточно сухо, так в форме летописи рассказывается предыстория «Дома Таргерионов», но я хочу сказать, что я получил огромное удовольствие, то есть получил удовольствие от того, что абсолютно неизвестны мне актеры, подобран кастинг потрясающих, очень харизматично, и всего вот мне хватило, то есть немножечко драконов, очень жестокие сцены рыцарского поединка, где прямо вот турнир показан, там кровь хлещет просто во все стороны, очень большое внимание к деталям, естественно, там есть и эротические сцены достаточно тоже откровенные, и самое главное, что новые вот персонажи, они как-то прямо как родные, сразу как-то полюбились, очень и очень стали привлекательными, ну то есть там такие очень харизматичные актеры, как Пэдди Консилайн, это вот играет короля Вестероса, вот очень такой действительно, ну яркий такой тип, ну я бы сказал такого британского джентльмена, но именно с такими средневековыми замашками, и вот Ренейру Таргириан, там играет австралийская актриса Милли Олкок, и я правда узнал, что будут прыжки во времени, и будет вот, и две актрисы играют эту, поскольку она там юная, как бы, вот эта Ренейра, а уже постарше будет играть другая актриса, мне это очень понравилось, то есть действительно в этой австралии, то есть я в полном восторге, потому что они прямо вот как-то, как родная семья сразу вот, ну то есть в этом фильме как-то разложили весь пассианс, объяснили кто с кем, кто против кого, какие там будут возможно расклады. Я рад за тебя и рад, наверное, за многих других фанатов Игры Престолов, потому что, ну я надеюсь, им тоже понравится, но я скажу крамольную вещь, надеюсь, после нее меня не выгонят из киноманов, я посмотрел первую серию Игры Престолов и больше не смотрел ни одной, поэтому не могу разделить восторгов, как в свое время не мог разделить разочарования после просмотра первой серии, ну конечно же я был в курсе, что всех, ну многих, по крайней мере, она разочаровала, вот и поэтому, когда появилась новость о съемке вот этого сериала, я точно так же прочитал о надеждах, чаяниях фанатов, и, ну, я думаю, что в конце концов, я опять же читал, что фанаты хотели, чтобы пересняли финал, но тогда на это не пошла студия, ну возможно она как-то вынесла какие-то правильные решения, ну, правильные какие-то выводы сделала из-за критики, ну, я так думаю, что все-таки это новый проект, и ему нужен был хороший старт и хороший сценарий, так что, ну, будем надеяться, и еще главное, что будем надеяться, что успех этого сериала не подкосит ближайшая премьера, через сколько, ну практически через, ну, две недели, через две должен стартовать точно так же, как это приквел «Игры престолов», должен стартовать приквел «Властелина колец», это тоже сериал, и там все примерно то же самое, вот вчера вышел финальный трейлер, и создатели уже говорят о том, что не надо сравнивать наши проекты, но это неизбежно, потому что они очень похожи, за исключением, я не знаю, даже в «Игре престолов» фигурируют эльфы, я думаю, что, по-моему, нет. Нет, 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 там не было. Ну вот, а в этом только плюс эльфы и гномы, а так, в принципе, и драконы, и прочее все есть. Но я хочу сказать, ты знаешь, вот очень любопытный момент, что первую вот эту серию «Дома дракона» посмотрело по данным, в общем, 10 миллионов человек, то есть это очень хорошие показатели, то есть они фантастические показатели, там говорят, что «Игре престолов» даже не с первого сезона достигла такого количества просмотров, и поскольку это показывало HBO, это уже не кабельное по запросу, а вот в одно время показывают фильм, и кто-то снимал вот многоквартирный дом, где прямо вот в каждом окне видно, что смотрят именно «Игру престолов», то есть это напоминает, там, не знаю, «17 мгновений весны», или там «Место встречи изменить нельзя», когда вот вымирал весь город, все бежали к телевизорам, чтобы посмотреть. Такие комментарии писали, что да, ну да, я видел этот ролик, когда из окон, ну, отблески, одинаковые отблески из всех окон, то есть понятно, что люди смотрят одно и то же, то есть когда затухает в одном, затухает в другом, ну, то есть да, и люди писали, что да, вернулись времена, когда весь двор бежал смотреть «Рабыня и Зауру», там, например, или что-то еще, и вымирали все, вымирал этот самый район, потому что все смотрели одно и то же. Ну, что ж, замечательно, но я еще раз говорю, посмотрим, какие результаты будут у «Властелина колец», это будет такая воскресная встреча двух якодзун, как говорится, то есть кто кого поборет и поборет ли, ну, фанаты, я думаю, будут смотреть и то, и другое, в конце концов, это такой праздник для любителей фэнтези, просто пердуха какая-то. Да-да. Вот, так что радостно, конец сезона, конец лета, вот такие премьеры, будет что до Нового года, чем наслаждаться. Ну да, и самое главное, что еще раз хочу подчеркнуть, что очень все боялись, чтобы не разочаровало, и тьфу-тьфу-тьфу, вот пока вот первая серия, она все, ну, вот, выдыхают, что да, вернулись вот те самые настоящие вот игры. Представьте, то, за что любили, этот вот жестокий, со сценами секса, насилие, с яркими, харизматичными персонажами, это вот, ну, если вы это любите... Не хватает рок-н-ролла. Да. Наркотики и рок-н-ролл, да. В кинотеатрах, и вот, если честно, я вот могу сказать, что выходит на этой неделе фильм «Зверь», он на втором месте, я знаю, в американском бокс-офисе, это такая история про доктора, который возвращается после смерти жены в Южную Африку, поскольку там ностальгия, они там познакомились, и вместе со своими детьми, там у него дочки, он отправляется в заповедник, ну, и семейная поездка по заповеднику, там в результате это битва с разъяренным львом, который начинает преследовать семью, то есть, ну, такой приключенческий... Интересно, что в главной роли Идриса Эльба, такой харизматичный актер, которого долго вот прочили на роли нового Джеймса Бонда, и вот буквально тоже на днях появилась новость, что он все-таки долго сомневался и говорил, что может быть, да, может быть, нет, но тут сказал, что я уже слишком старенький для всего этого, и, наверное, не буду новым Бондом, вот, но при этом он остался достаточно таким харизматичным актером, у которого тоже армия фанатов, и, наверное, им будет интересно такой триллер, держащий напряжение, опять же, ну, по классике, начиная, наверное, с этого Худжо по Стивену Кингу, именно противостояние человека какому-то дикому зверю, это, в принципе, достаточно интересно, если хорошо снять. И я хочу отметить, еще Кинокулт предлагает очень интересные возможности посмотреть фильмы на большом экране, фильмы старенькие, но тем не менее, ну, как старенькие, вот Теннет, например, буквально прошлого года, сегодня его можно будет посмотреть, и пройдутся так по Кристоферу Нолану начало, то есть инсепшн, завтра 27-го будет Интерстеллар, 28-го Джокер, и 30-го августа будет Бэтмен. Так что... Я смотрю, что форум Синемас еще дни украинского кино с достаточно большим количеством новых фильмов, вот кого интересует, я так посмотрел, ну, я ничего... Единственное, что я смотрел, это Захар Беркут, фильм, снятый несколько лет назад, мне кажется, он в первую очередь, в первую очередь, это, ну, интересно, историческая тоже картина, ну, не знаю, с чем сравнить, а-ля «Храброе сердце», вот если кто-то, то есть исторически какой-то такой, не совсем не очень батальный, но в том более-менее, да, то есть где-то там на западной Украине монгольские, татаро-монгольские войска наступают, и вот они оказываются, значит, перед деревушкой, где-то в горах украинской, и, соответственно, местные жители решают дать им отпор. Интересно прежде всего тем, что эта картина, вот сразу видно, была снята на экспорт, так скажем, поэтому большинство заглавных ролей сыграли не украинские актеры, а западные, в том числе самого этого Захара Беркута сыграл Роберт Патрик, это всем известный терминатор Т-1000, вот, в свое время следили за тем, как он приехал в Украину, как он там снимался, он все это освещал у себя в блогах, вот, рассказывал, как ему все понравилось, ну вот и фильм, в принципе, напоминает, в Латвии тоже недавно сняли похожую картину, «Кольцо намая», если ты помнишь, да, тоже историческая картина, и большое количество не латвийских актеров, ну, потому что очевидно, что фильм снимали на целом на иностранный прокат, и, соответственно, исходя из этого, делали именно такой кастинг, вот, ну, Захар Беркут, в принципе, интересное кино, если вот кто-то интересуется, остальные просто я не видел, наверное, тоже есть что посмотреть, но это как бы вот я рекомендую, если эта тема интересует, то неплохой фильм. Ну, еще будет одно мероприятие, но я думаю, что еще, конечно, на следующей неделе мы можем о нем рассказать подробнее будет, потому что с 5 по 11 сентября уже пройдет форум документального кино Балтийских стран, и в основном там будет площадкой КАСУНС, там будут показывать фильмы, и есть докфорум.гоф.лв сайт, там очень подробно, кстати, расписаны все картины, поэтому, ну, если кто-то интересуется, заранее можно приобрести билеты, там будет тоже на украинская тема будет присутствовать, как-то потерянные сокровища, по-моему, там называется, вот история этого золота, крымского золота, которое было вывезено, там такой документальный фильм расследования на эту тему, и много, ну, других картин, там, я, наверное, в следующий раз расскажу ближе уже к самому фестивалю. Ну, а я еще хотел добавить просто, что вот на прошлой неделе, когда у нас программы не было, вышел фильм «Падение», называется такой экстремальный триллер, в принципе, я не знаю, я не видел, хорош он или нет, но хочу посмотреть, сюжет, в принципе, достаточно интригующий, ну, как мне кажется, то есть девушка, занимающаяся альпинизмом после гибели молодого человека, там, в стрессе, и ее подруга почему-то не нашла ничего лучшего, как вывести ее из стресса, значит, пригласить ее подняться на высокую очень радиовышку, стоящую где-то в, значит, где-то в глуши какой-то, вдалеке от цивилизации, вот они туда поднялись, ну, это по трейлеру уже все видно, вот они туда поднялись, и в тот момент, когда они уже поднялись на самый верх, там, километровый, я не знаю сколько, лестница старая, по которой они только что поднимались, развалилась и упала вниз, и вот два человека, которые, в принципе, какое-то отношение к альпинизму имели, зависли, значит, на этой высоте, и, ну, по законам жанра у них нет возможности связаться с цивилизацией там или со связью что-то, ну, в общем, не знаю, но факт тот, что как-то они должны спуститься или позвать на помощь, ну, в принципе, мне затравка достаточно интересная, я хочу, честно, посмотреть, меня такие фильмы интересуют, именно, мне кажется, это такой жанр, в принципе, как бытовой триллер, так скажем, я бы это назвал, когда ситуации для нас достаточно обычные, оборачиваются именно такими необычными последствиями, связанными с борьбой для жизни, ну, за жизнь, да, то есть, если ты помнишь, был фильм, я не помню, как он сейчас, как он назывался, по-моему, «Дрифт» или что-то, или «Дрейф», «Дрейф», кажется, назывался, о том, как группа молодых людей катались на яхте, и вот они, ну, вот, казалось бы, группа молодых людей катаются на яхте в море, и вот они решили искупаться, они все прыгнули купаться, и оказалось, что они забыли опустить лесенку, благодаря которой можно подняться обратно на яхту, ну, вот, то есть ситуация достаточно просто банальнейшая, а выхода нет, то есть они не могут забраться на эту яхту, и вот, собственно говоря, как они там борются за жизнь в этой ситуации. Недавно еще был фильм о том, как несколько горнолыжников застряли на подъемнике, вот они залезли где-то там, ближе к вечеру, к закрытию трассы, на подъемник начали подниматься, и в этот момент работники, которые не знали, что они там, все выключили, электричество отключили, и ушли. И, значит, в это время как раз мороз ударил и прочее. Ну, то есть, такие ситуации, которые, кажется, начинаются как нечто банальное, оборачиваются вот именно такими прямо триллеры подобными... А помнишь, был еще фильм с Блейк Лайвли, вот жена Райна Рейнольдса, про... Акулу. О, 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 здесь, кстати, вот рифма и с этим фильмом бист, можно сказать, вот человек против животного. И в то же время такая же банальнейшая ситуация, человек пошел искупаться, и вдруг оказывается вот в такой экстремальной ситуации, ну, помощи ждать неоткуда нужно. Вот мне интересно, как и чем закончится этот фильм падения, поэтому, ну, я лично хотел бы посмотреть, не знаю, может, кого-то это тоже заинтересует. Опять же, фильм, снятый на высоте, это всегда такие потные ладошки, потому что страх высоты, это один из таких основополагающих страхов и людей. Ну, вот, так что очень большое количество. Я тут проверил еще раз по форум-синема, смотрю, изменились немножко расклад фильмов, киноколдс, там произошла замена, появится фильм «От заката до рассвета», вот, 26-го, можно будет посмотреть, а «Бэтмена» не будет, то есть, вот, смотрю, он пропал из программки, но от заката... вместо него Джокер, так что все нормально. тут Тарантино, в принципе, такой, конечно, фильм Родригеса, просто в свое время, я помню, какой он шум наделал, и увидеть его на большом экране, конечно, дорогого тоже стоит. Да, ну, теперь, может быть, если вот про новости, я хотел пару слов сказать. Слушай, ну, с прошлого раза, ну, две недели прошло, но мы тогда говорили о несчастье, которое произошло с актрисой Энн Хэтч, да, она попала в аварию, борется за жизнь, ну, и вот все-таки пришли новости, ну, неделю назад, наверное, чуть больше, меньше, не помню, к сожалению, она не выкарабкалась и умерла, остановилась у нее, значит, как сказали врачи, то есть у нее перестал работать мозг, и жизнь поддерживала только система, и родственники решили отключить, и, собственно говоря, органы пожертвовать, значит, ну, куда там, другим нуждающимся, так что, к сожалению, актриса голливудская погибла, как вот, если кто не слышал, по непонятной причине, она села за руль в пьяном виде и врезалась в стену дома, машина загорелась, и ее доставили еще живой, но потом, вот, значит, все закончилось трагично, вот, и еще, если говорить именно о грустном, то скончался режиссер немецкий, ну, и чуть-чуть голливудский Вольфганн Петерсен, это, в принципе, ну, это тот случай, когда, может быть, имя, фамилия знакома только, ну, вот именно фанатам, но фильмы смотрели практически все, потому что это фильм, в том числе, бесконечная история, то есть, вот тот самый, самый главный первый фильм, фильм «Сказка», который, в том числе, и показывали в Советском Союзе, я его смотрел... Он его снимал еще в Германии, на немецком языке, то есть это... Да, и он, вот, мне кажется, такой стал культовый в свое время, я помню, я его, по-моему, в школе смотрел, и как мои одноклассники, ему там обсуждали потом, ну, нам казалось, это что-то такое, из разряда невозможного, эти все съемки, эти все... Ну, сейчас, конечно, это, наверное, смотрится чуть-чуть банально, но тогда это... То есть, тогда же не было компьютерной графики, все эти куклы и прочее, но тогда для нас это было просто вершиной кинематографа. Но, то есть, его карьера с этого фильма и не началась, не начиналась как таковая, то есть, он стал знаменитым благодаря фильму «Подводная лодка», вот... «Дасбут». Да, да, тоже в Германии снятом, и в Голливуде он снял тоже несколько хороших картин, в том числе «Трою» с Брэдом Питтом, вот такой звездный прямо проект, что... А, ну, еще он снял фильм «Фантастический враг мой» тоже. Да, это, в свое время тоже, это очень необычное кино, такое, ну, очень доброе, и, ну, он получал даже как раз за свой гуманистический посыл, получал награды на фестивалях, потому что там речь идет о войне, вот, ну, человечество против инопланетян, и человек и инопланетяне оказываются сбитыми в одном месте, ну, по идее, это могли бы... На планете они оказываются, да, и вместо того, чтобы перегрызть друг другу глотки, как изначально они хотели, они становятся друзьями, потому что понимают, что на межличностном уровне, так скажем, им делить особо нечего, и они, в принципе, похожи, ну, как это, в принципе, такой достаточно... Сюжет вроде бы достаточно банальный, но, тем не менее, это было в свое время очень хорошо снято, и, опять же, для тех времен это отличные спецэффекты, и в кинотеатре это тоже имело большой успех, я вот лично смотрел в кинотеатре. Ну, вот... Я хочу просто, да, я просто хочу еще пройтись по его фильму, потому что, мне кажется, вот он снял очень много картин, которые, ну, может быть, сейчас немножко незаслуженно забыты, но они очень необычные для Голливуда, например, «Идеальный шторм», история вот рыбаков, которые отправились в море и пожадничали, то есть они могли увернуться от... уйти от шторма, если бы они сбросили весь запас рыбы за борт, но они решили рискнуть и не успели выйти из этой зоны шторма, и они попадают в страшный шторм, и, по идее, как будто бы, ну, история банальнейшая, ну, то есть вот что... Ну, да, опять люди против природы, против стихии, и там играли Джордж Клуни, там играл Марк Уолберг, и, в принципе, вот фильм не характерно для Голливуда, «Никто не выживает», то есть это вот фильм с печальным концом. Спойлер-спойлер. Да, ну, просто, ну, я думаю, что многие его уже смотрели, но картина, которая, вот необычный для Голливуда, абсолютно необычный фильм, «Идеальный шторм», который был с огромным успехом снят, и там действительно воссоздавался вот этот бушующий стихия на экране. «Самолет президента», если ты помнишь, вот с... Да, да, с Харрисоном Фордом, Гэри Олдман играл там русского террориста, но это ужасно смешно было, конечно, но с другой стороны, вот фраза «это мой самолет», когда он его сбрасывает, опять спойлер, простите, вот, ну, и я хочу сказать, что и «Эпидемия», которая тоже вот в свое время... Да, вот, которую вспоминали совсем недавно в связи с коронавирусом, один из фильмов, который вспоминали, в том числе и «Эпидемия», да, и «На линии огня», то есть вот просто я хочу сказать, что это редкий режиссер, у которого очень много таких, ну, непроходных фильмов, таких очень умных, интересных, которые остались в истории, которые оригинально сняты, то есть это, ну, как-то не под копирку сняты, такое вот ремесленное какое-то вот, потому что «На линии огня», например, он прославил очень сильно Джона Малковича, который сыграл террориста, и он настолько там был таким сочным, таким ярким, что я думаю, там потом вот приглашение в «Кон-Эйр», это уже было, ну, вот как бы потом, после, через несколько лет, так что я хочу сказать, что вот Вольган Питерсон сладился. поэтому мы напомнили слушателям про этого режиссера, не просто так, а, наверное, чтобы вот напомнить о его фильмах, если у вас есть возможность пересмотреть, посмотреть его фильмографию, выбрать и пересмотреть, вспоминая об этом режиссере, в котором, может, вы не слышали мне фамилии, но вот фильмы обязательно видели, ну, они стоят того, чтобы их пересмотреть. Что-то еще из таких каких-то событий было? слушай, ну, что я могу еще, о чем я прочитал, что меня порадовало, уходим от грустных новостей, что появилась новость о том, что собираются снять фильмы и сериал про Фантомаса. Ну, не знаю, соскучились ли зрители по этому персонажу? Прошло уже очень много лет, когда он появлялся на большом экране. Но, кстати говоря, вот те три фильма, которые мы все знаем, на самом деле, как я читал, это не... Ну, то есть, сам персонаж, он очень старый, его придумали сто лет назад еще. Да, два писателя-журналисты, то есть, вот эта французская комедия с, господи, с... Дуфинесса, она не каноническая, она пародийная. Она на самом деле является, да, пародией, то есть, но для нас, тем, кто не был знаком с первоисточником, это было достаточно, действительно, детектив, и, значит, ужасы практически, можно сказать, когда показывали этого ужасного фантомаса Жанна Маре, который на самом деле зеленой маски, он смеялся этим ужасным смехом, вот, но на деле это действительно пародия на настоящего фантомаса, и, видимо, я так думаю, что все-таки вот сейчас новость о том, что с ним будет снят фильм и сериал, наверное, они все-таки вернутся к канону, и он будет такой негодяйский достаточно, и не такой комедийный, как его сделал Луи Дуфинесс. Ну, опять же, если говорить об этих фильмах, я читал, что хотели снять, их же всего три, но хотели снять четвертый, и хотели снять фильм ни много ни мало «Фантомас в Москве», потому что на волне популярности этих фильмов в России, но когда начали об этом говорить, к тому моменту и Жанна Маре, и Луи Дуфинесс уже разочаровались, у них были конфликты между собой, потому что они тянули одеяло, ну, две звезды ключевые, они тянули друг друга, одеяло каждый в свою сторону, и в результате этот проект не сросся, к сожалению, наверное, или к счастью, не знаю, вот, но сейчас, вот, значит, возможно, мы дождемся, и, опять же, возвращаясь к ремейкам, я просто помню, что лет 10 или 12 назад появлялась новость о том, что хотят снимать фильм, я видел даже плакат нового фильма Фантомас, и во Франции тоже его хотели снимать, и в главной роли тогда были звездные, вот, самый звездный пик, это Винсент Кэссель и Жан Рено, должны были сниматься, но этот проект как-то завис, подвис, и, видимо, был отменен, но, к сожалению, возможно, это было бы тоже очень интересно, но он не состоялся, кастинг, по крайней мере, и очень интересный, но посмотрим, дождемся, когда посмотрим, что снимут в этот раз, все, значит, фанаты с удовольствием, я думаю, дождутся и оценят. Ну, и в американском кинопрокате, вот, до сих пор, ну, уже, правда, на третьем месте Bullet Train, который там быстрее пули, но, на самом деле, вот, поезд с убийцей, на борту, и поэтому мы хотели немножко вспомнить картины, которые, действия которых происходят в поезде, потому что, наверное, это, с одной стороны, интересная локация, потому что что-то меняется, картинка меняется за окном поезда, с другой стороны, это замкнутое пространство, ну, Слушай, я еще, когда мы об этом поговорили, я потом вспомнил, что, наверное, поезд, это все-таки такой талисман кинематографа, ведь, вспомни, один из первых фильмов, чуть ли не второй, или какой-то первый, это прибытие поезда на вокзал, не помню, там какой-то французский вокзал, ну, все это, наверное, знают, о том, что зрители первых сеансов, повскакивали и убегали в страхе, потому что вот поезд на этой скатерти, поезд начинал приближаться, и поскольку люди кинематографа еще не видели, всем оказалось это очень страшным, то есть поезд, это прямо вот, поезд и кинематограф, они были с самого начала, поэтому вполне очевидно, что эта локация такая знаковая для кинематографа. Ну и если вот повспоминать фильмы, такие очень яркие, интересные, которые, действия которых происходила именно в поезде, на борту поезда, слушай, можно начинать тоже с немого кино, «Генерал», это же был с Бастером Киттоном. Может, ты расскажешь тебе, которые тебе понравились, а то там, да, действительно их очень много, то, что тебе показалось прямо. Я с большим удовольствием, ну вот вспоминаю всегда «Убийство в Восточном экспрессе», потому что, ну вот именно не Кеннета Брэна, который, ну тоже по-своему хорош, а классический 74-го года, потому что это первая была картина, которая понравилась самой Агате Кристи, это, ну, одна из историй Эракюля Пуаро, и это потрясающая возможность, во-первых, замкнутое пространство, там происходит убийство, и мы понимаем, что только один из 12, ну кто-то вот из 12 является убийцей, мы вот все время гадаем, кто. Там прекрасный Альберт Финни, там Шон Коннери, там, ну вот именно вот кастинг «Все звезды», Ингрид Бергман, то есть там потрясающий совершенно актерский состав, что не маленькая роль, то обязательно звезда. Я помню, что какое на меня впечатление произвел в детстве, когда я смотрел, его с удовольствием пересматриваю. Хичкок, у него сразу две картины, тоже вот одна из них незнакомцы в поезде, причем фильм, ну первая часть его происходит в поезде, но самое главное, там едут два скучающих человека, они разговорились, а вдруг выясняется, что у каждого из них есть кто-то, кого они хотели убить. У одного это жена, а у другого отец, который, значит, ну вот все никак ему не оставит наследство. И один из вот этих вот путешественников говорит, слушайте, а давайте, мы не можем убить, вот, ну, дескать, потому что сразу же понятно, что мотив... Поменяемся убийствами. Давайте поменяемся убийствами. То есть у вас будет алиби, и вот меня ничто не связывает с этим человеком. И это такая, ну это вот Патриция Хайсмит, та самая, которая Рипли придумала, вот она придумала такую схему. И один предлагает на полном серьезе, а другой просто думал, что у них идет шутливый разговор. И вдруг, когда у него убивают жену, и появляется этот злодей, и начинает говорить, ну теперь выполняй свою часть уговора. И тот просто в шоке, он не может пойти в полицию, потому что полиция ему не поверит. И в то же время этот злодей грозит, ну, в общем-то, ему... Ну, это такой напряженнейший триллер, который вот Хичкок действительно снял, прямо вот сидишь до самого финала. И у него был еще один прекрасный фильм с поездом, это «Леди исчезает». Там, где молодая девушка, там едет в поезде, она помогает старушке какой-то, и потом что-то она вздремнула, проснулась, и этой старушки в купе нет. И никто... Вот она начинает, ну, спрашивает, где старушка, говорит, да какая старушка? Не было никакой старушки. И она, ну, вроде бы сначала готова уже поверить, что ей померещилась, но потом... Я уже не помню вот всех деталей, но она понимает, что ее обманывают, и дальше... Почему этот заговор? Что случилось? Почему там... Какая интрига? То есть это такой детектив, триллер, это тоже абсолютно вот потрясающе. Потом план полета, по-моему, был с Джоди Фостер, где у нее исчезает дочь. Это, в принципе, я считаю, что, конечно, это полностью, ну, то есть они осовременили. Да, сюжет стал основой для дальнейших. Да, да. Потому что это было... Вот я чуть-чуть в этот век вернусь, и своих, которые запомнились, хотел сказать. Во-первых, это поезд в Пусан. Ой, да. Да, южнокорейский ужасник, действия которого вот именно в поезде, там, зомби, значит, вот это что-то такое было новое, потому что зомби в поезде еще не было, зомби в поезде еще не было, поэтому вот он выстрелил и пользовался популярностью во всем мире. Вышла вторая часть не очень удачная, и Голливуд хотел снять ремейк, но вот неделю назад, по-моему, появилась новость, что передумали о ней. Ну и, слава богу, на самом деле, испортили бы только, пусть смотрят оригинал. Потому что поезд в Пусан там играл, господи, вот актер, которого я очень полюбил после этого фильма, он снимался в картине «Сейчас вот криминальный город» и «Криминальный город 2», южнокорейский, но он... Который в «Стрэнджи» играл по этому самому. Да, тоже, да. Одного из... То есть очень такой яркий, интересный, харизматичный актер. Еще хороший фильм называется «Сквозь снег», если ты помнишь. Там очень интересная задумка построить антиутопию, общество антиутопическое после мировой катастрофы именно на примере поезда. То есть ближе к локомотиву живет, значит, самый главный босс, так скажем. Первые составы занимают высшее руководство, а оставшиеся выжившие, которые как бы простые работники, они ютятся в каких-то там последних вагонах. То есть очень интересная иерархия. Общество выстроено не вот как пирамида, а значит, горизонтально на примере, ну, в виде поезда. Очень необычный взгляд на эту ситуацию. Очень интересный сюжет и очень интересные актерские работы, если кто-то не видел вдруг такое случилось, то обязательно смотрите. Это достойное кино. Вот. Еще одно достойное, на мой взгляд, кино в поезде, это «Исходный код». Да. Да, это вот интересные тоже картины, интересный сюжет, построенный на временной петле, то есть такой а-ля день сурка. То есть человек просыпается каждый раз в поезде и каждый раз этот поезд через, там, не помню, 10-15, полчаса, я сейчас, к сожалению, не помню, после того, как он просыпается, этот поезд взрывается. И он ничего не может сделать, но в то же время с ним связывается человек, который говорит, что вот он может разгадать кто взорвал этот поезд и предотвратить это. И он каждый раз вот по чуть-чуть, то есть пользуясь тем временем, которое ему отведено, он разгадывает эту загадку, кто является террористом. Ну, это тоже фантастика, естественно. Вот там очень неожиданный, ну, неожиданный финал достаточно, поэтому тоже очень рекомендую. Поезд «Беглец» мне тут же припомнили Андрея Кончаловского, где сыграли Эрик Роберт, Джон Рубой. Классика, когда, да, Кончаловский переехал в Голливуд, был у него такой период, в отличие от нынешнего, когда он, наоборот, значит, за Россию тут вступился. Вот, когда он переехал в Голливуд, одним из фильмов, первый был, или этот, наверное, первый, потом он «Танго и Кэш» снял, а первый именно был «Поезд беглец», а беглых заключенных, которые сбегают из тюрьмы, оказываются на поезде, и оказывается, что машинист умер, ну, вот так совпало, как говорится, и поезд неуправляемый, и они, значит, пытаются его как-то затормозить, и прочее, по вагонам бегают, да, я тоже его давно смотрел, правда, но помню, что он впечатлил меня. Ты помнишь, с этого фильма началась карьера Дэнни Трэхо, которого сначала привлекли как консультанта, сидевшего в тюрьме, который знает, ну, словечки, быт, а потом он настолько неожиданно показал себя, что ему, ну, слушай, давай вот тебя тоже снимем в небольшой роли, и вот он настолько ярко блеснул, что затем началась актерская карьера у человека. Да, ну, вот, судьбоносный поезд, поезд судьбы, как говорится, вот, и фильм, который мне очень понравился именно в жанре катастроф, это неуправляемый Дензел Вашингтон, Крис Пейн, тоже вот из тех фильмов, о которых я говорил в начале, когда бытовая ситуация приводит к каким-то непредвиденным развязке, то есть, вот, я не знаю, может там на реальных событиях или нет, машинист садился в поезд, увидел, что ветка не переведена, значит, рельсы не переведены, он выскочил на ходу из поезда, чтобы эту ветку переставить, ну, как, я не знаю, как это нам называется, сделал это, а потом оступился и не смог запрыгнуть в поезд обратно, и поезд, значит, поехал, начал набирать скорости, и поэтому, собственно говоря, фильм называется неуправляемый, потому что поезд был неуправляемым, и он, набирая скорость, поехал в направлении города, направление других поездов, и, значит, там все, в течение всего фильма пытались его остановить, чтобы, значит, не случилась катастрофа, ну, очень зрелищно, мне кажется, очень интересно, я с большим удовольствием его смотрю, и даже педесматрю. Кинокритик, вот Вадим Агапов мне в фейсбуке, когда я там написал список, он подкинул фильм «Последний поезд в Рождество», это очень свеженькая картина, и там едет герой с невестой, братом и супругой, но там неожиданно он, перемещаясь между вагонами, попадает в будущее, видит себя, и вот эта возможность изменить что-то в своей жизни, вот такая была вот тоже любопытная лента. Это в советское время был «Транссибирский экспресс», я очень хорошо помню, это такой детектив, где действие происходило, там должно было убийство какого-то посла, по-моему, там Японии, в общем, такая интересная. И еще был фильм «Мы ниже подписавшиеся», вот с Куравлевым, там с кучей других известных актеров. Тоже был «34-й скорый», тоже был фильм «Трагедия», ну, как бы, и советский кинематограф тоже не обошел стороной поизоляции, потому что действительно, как я говорю, это такое достаточно знаковое... Да, знаковое действительно кино. Ну, между тем, нам показывают, что наше время в эфире закончилось. Владимир Веселов, Олег Пек сегодня провели с вами программу «Синема». До следующей среды. Всего доброго, всем хороших фильмов, пока. Радио Болткома.